Манеж Ярославского цирка превратился в настоящий бассейн, который то и дело превращается в фонтан, поднимающийся под самый купол. О цирке на воде моя коллега Тина Белякова беседовала с директором коллектива, артистом-дрессировщиком Андреем Шевченко. Фрагмент интервью мы предлагаем вашему вниманию. Андрей, рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, чем будете удивлять ярославского зрителя? Ну, как и прежде, мы будем удивлять качественной, красивой и очень необычной программой. Ровно пять лет назад мы работали в Ярославле, но это был другой спектакль. Сейчас мы привезли абсолютно новое шоу, которое выпущено около двух лет назад. Уже прошло некоторую обкатку, но продолжает до сих пор развиваться и становиться как целостный спектакль. Как пришла идея создания цирка на воде? Эта идея пришла уже давно, в 1998 году. В этом году коллективы будут отмечать 19-летие. На тот момент уже в России, в Советском Союзе не существовал цирк на воде более 20 лет. Была идея возродить, но не делать именно такой громоздкий, большой, делать современное качественное шоу, что, собственно, у нас и получилось. Ну, естественно, в 1998 году еще не было такого объема, как сейчас. Сейчас это практически законченное шоу, хотя оно с каждым месяцем еще продолжает развиваться. Мы делаем новые постановки, шьем новые костюмы, записываем музыку, делаем новые номера, строим новые декорации, добавляем фонтаны, оборудование, эффекты, световые, звуковые, шоу само в процессе становления еще до сих пор. Вам удалось объединить все четыре стихи. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Долго рассказывайте, лучше один раз увидите. Ну, это действительно, это гармония воды, света, звука, огня, воздушных номеров. То есть и сам спектакль происходит в трех плоскостях. Это водная гладь, сцена, воздушные номера. И порой даже непонятно, куда смотреть. В некоторых номерах занято более 20 участников, артистов программы. То есть и все номера мы делаем объемные, мы применяем смешение жанров. То есть, по сути, это все обычные цирковые традиционные жанры, но в современной обработке, в современных костюмах, с современными постановками очень необычные. И самое главное – это смешение и внесение новшеств для этой программы, как введение стеклянного реквизита. То, что очень необычно, в цирке этого нет, оно существует только в нашей программе. И это действительно новое. Это действительно то, что стоит смотреть. Какие животные задействованы? Сложно ли их дрессировать? В программе для того, чтобы, во-первых, называться цирком, все-таки нужно иметь все жанры. То есть клоунады, акробаты, гимнасты и, естественно, дрессура животных. То есть в нашей программе задействованы пара морских львов, Софьи и Боб, крокодил, питоны, собаки и дрессированные голуби. То есть такой небольшой набор животных все-таки у нас есть. И это дает нам право все-таки не уходить глубоко в театрализованные шоу, а все-таки оставлять сегмент для детей, чтобы было что посмотреть. Ну и, естественно, в нашей программе есть что смотреть и взрослым. То есть скучать не будет никто. Спасибо вам большое за интересную беседу. Пожалуйста.